Здарова, бродяги! Мы находимся внутри небезызвестного джимни, который был уже в большом количестве моих видео. Мы поставили... мы поставили. Виталия поставила лебедку, и сейчас мы поедем изучать возможности джимника с лебедкой. Никакого легкого оффроуда не должно быть, по идее. По крайней мере, мы хотим прям нормально порубиться в одну машину специально, опять этот знак, чтобы понять вообще возможности джимника на данных колесах, на зимней резине. Ну и поедем мы, наверное, в лес все-таки куда-то, потому что иначе лебедиться нам будет просто не за что. Погнали! О, ничего себе! Экспедиционный терракан! Да, 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 да. Да. Многие могут узнать эту дорогу. Немножко тряская она сейчас. Эта дорога... Ааа! На Баладарку! Итак, травимся и погнали! Так, знакомая всем горка. И джимник с травленной где-то до 0,5-0,4 начинает сначала спуск, а потом будет подниматься. Я думаю, что он вообще въедет без проблем. Довольно крутой спуск. Ну, то есть, вот что вы понимали. Возьмет. Сейчас накатает, возьмет. Вот сейчас бы ему заднюю блокировку. Хоть локрайт какой-нибудь въехал бы. Я думаю, легенда бы не въехала. Что-то у меня такое подозрение. Так как мы взяли уже самое сложное из тех препятствий, которые есть на этом карьере, мы можем, конечно, поехать сейчас вон туда. Вон туда, к тем ребятам, на сытный джиперский обед. Но мы делать этого, конечно же, не будем. Травленный джимник в колейке без проблем. Был бы на накачанных колесах, копался бы сильно глубже и садился на мосты. Едет? Едет ведь? Дет редуктора. Даже без включения задней передачи, джимник просто продолжает движение. Просто аккуратная работа сцепления, мы в раскачку, машина продолжает ехать. Повторяю, без включения задней передачи. Ну, вообще, ты на инерции, если тебя будешь давать назад, ты будешь проезжать за раз там по паре метров. Пробуем сходу. Как-то неинтересно зимой на Володарке, если честно. Ничего особенного она предложить не может. Нормально закопались. Снега по дверь. Да, достаточно глубоко. Но при этом не выглядит этот катастрофическим. Абсолютно. Напомню, давление порядка 0,5. Можно стравиться еще чуть-чуть. О, кстати, начал вылезать. И просто пошел ходами. И так, нашли съезд какой-то, прокатанный кодроциклистами. И уходящий вот в такую просим. В принципе, здесь интересные стволы деревьев. Нормальные какие. Здесь твердо, вот дальше посмотрим, что там. Но это как-то все слишком легко. Где хардкор-то, я не понимаю. Мы вообще-то выезжали, чтобы погибнуть. Че-то как-то не погибается совсем. Красивая дорога. Вот тут прям уже начинаются квадровые включения. Крутые повороты. ЛКП немного будет страдать. Затем и ехать. Затем и ехать. До Тойота. До таких пустых колей, конечно. Затем и ехать. Затем и ехать. Затем и ехать. Затем и ехать. Очень тесно. И ехать не особо. К сожалению, в Джимнике нет никаких дорогов. ЛКП хорошо. Начинаются уже вот классические вот эти приемы квадроциклистов, когда препятствия проще объехать. И трасса, дорога получается вот такой весьма извилистый. Вот так вот Джимник проходит, при этом периодически шкрябая крышей, бортами прям свежие полоски виды. Да, я справа посмотрю, там справа хороший звук дожди. Она видимо... А, вот она. Вот она. Хорошо. Так, наконец-то. Наконец-то. Долгожданное первое препятствие и отсутствие объезда. Сейчас будем работать лебедкой, сваливать дерево и проедем дальше. Дальше дорога опять же суперпрокатная. Видимо упала она совсем недавно. Нижняя сейчас уберем. Все. Сейчас мы снизу пропустим. Лебедка сила, конечно. В таких ситуациях без нее никак. Оп. Можно ехать. Оп. Можно ехать. Сломал. Входами. Входами. Тебе надо шире зайти. Вот так, да. Оп. Пролезли. Висели уже даже для отжимников. Просто в упор. Езжай, езжай. Езжай, езжай. Триал, однако. Просто в шоссе. Так. Проблема первая. Проблема вторая. Здесь мы, наверное, пройдем Возможно, придется копнуть вниз просто лопатой Чтобы машина стала пониже Да нет, она вообще не будет Слушай, мы не знаем, сколько снега здесь Там вот желтенькая Знак «Копать» запрещается Поэтому всякие сафари и трактора Здесь запрещены Копать нельзя Джимник выбирает объездной путь Сейчас начинается Использование Джимни преимуществ Но не так-то это просто Вот так, да, крути Нет, стой, правый упер Правый упер Выворачивай сейчас руль чуть влево И вот мы совершенно внезапно, проехав этот сложный участок Оказываемся на обычной дороге Можно, в принципе, дальше где-то в лес нырнуть Сейчас мы по времени посмотрим Прямо И уедем? Ныряем Слушай, ну давай попробуем Прямо вот Как оно есть Так, ну-ка Ты снова сейчас будет лебедка Одной рукой, конечно, делать все очень неудобно Дерево уже сломанное Дерево уже сломанное Все-таки решили не джачиться. Сейчас вот за это деревце нацепимся. Так, слева у нас канава. Но джимник одним колесом в ней и едет, и падает. Чуть ногу мне не переехал. Так, пока Виталий будет рубить этот сучок, который висит посередине, я хочу посмотреть, что у нас впереди. Возможно, это победа. Вот, да, видна Куприяниха, место, к которому мы и едем. Тут плотнейший наст. Лишь не снежным ветром и есть колья, значит, есть дорога. Так что, скорее всего, мы сможем выехать. Ух! Бросика лэпки. По ней уже слишком мало времени, чтобы ехать нормально. Будет очень темно. Я считаю, что на этом наш маркрут можно считать законченным. И так, мы сейчас доезжаем до конца. Выезжаем в населенный пункт и заканчиваем эту поездку. Спасибо, друзья, за то, что смотрели это видео. Теперь вы знаете немного больше о том, что может джимник. Всего лишь с лепетки и на колесах чуть-чуть больше в стандартах. Ууу! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok